Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и рада приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня мы с вами поговорим о приеме БАДов и нутрицептиков. Тема очень спорная и в то же время очень интересная. Некоторые считают, что они жизненно необходимы, а другие считают, что они вредны или пустышки. И это очередная уловка маркетологов. Думаю, что отрицательное мнение может складываться из-за неудачного опыта приема витаминных комплексов или игр с высокими дозировками или не самыми удачными формами тех или иных веществ. Но самое главное – это завышенные ожидания от приема витаминных добавок. С момента открытия витаминов на тему влияния их на организм проводится большое количество исследований с самыми различными результатами, как положительными, так и отрицательными, а иногда просто непредсказуемыми. Одни и те же вещества могут быть одинаково полезны или абсолютно бесполезны, например, для разных возрастных категорий или по-разному влиять в различных дозировках. Поэтому давайте немного разберемся в этой теме. И поскольку мы с вами находимся на канале Гильтек, мы немного поговорим о их влиянии на кожу и узнаем, почему косметологи в некоторых случаях предпочитают назначать прием БАДов вместе с косметическими процедурами. Начнем с определения. В России принято называть БАДы биологически активные вещества и их композиции. В Европе и Америке принят термин нутрицептики. Все они обеспечивают недостаток веществ, не получаемых с едой по какой-либо причине. К категориям БАД относят витамины и минеральные комплексы, минералы и их соединения, добавки на основе протеина, белково-углеводные смеси, незаменимые жирные кислоты, пребиотики и продукты на их основе, а также ферменты, биофлавоноиды, пищевые волокна, иммуномодуляторы и многое другое. Кому нужны биодобавки? БАДы могут быть полезны следующим группам людей, например, соблюдающим жесткие диеты или ограничения рациона, например, веганство или вегетарианство. Людям, часто употребляющим фастфуд или низкое качество потребляемых продуктов. Людям, практикующим однообразный рацион, также при тяжелых физических нагрузках или при высоком уровне стресса. Ну и, конечно, сюда добавляются вредные привычки, как курение и им подобные. Есть еще одна категория – это возраст старше 45 лет. Здесь БАДы рекомендуются после сдачи анализов на выявленные дефициты. Во всех остальных случаях БАДы и вентаминно-минеральные комплексы назначаются врачом. Когда и почему косметологи назначают прием БАДов? Хочу сказать, что наша кожа – это один из самых больших органов организма, и поэтому ее проблемы нельзя решать изолированно. Именно этот факт подстегивает косметологов привлекать к решению косметических задач врачей смежных специальностей. А в последнее время некоторые косметологи сами являются специалистами в нескольких областях. Решение косметических задач требует обычно комплексного подхода, потому что некоторое несовершенство кожи нельзя решить локально одной процедурой, и косметолог старается дать вам максимально положительный и видимый результат. Для этого необходимо воздействовать на разные причины появления проблемы, устранить их без вреда для здоровья. Как правило, в косметологии назначаются препараты БАДов, содержащие сбалансированные пропорции активных ингредиентов и оказывающих целевое воздействие на состояние кожи. В комплексе с косметическими манипуляциями, например, для лечения акне, можно встретить назначение БАД, содержащих цинк, который регулирует процесс салоотделения, магний, который снижает чувствительность к нейрогенному стрессу. Вместе с магнием, передоксин и другие витамины группы В. Опираясь на рекомендации врачей-дерматологов и эндокринологов, которые тоже делают такие назначения. Сейчас в рекомендациях часто встречаются назначения витамина Д. И это не дань моде, а ссыл на постоянно обновляющиеся исследования. Ведь витамин Д не только участвует в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, он еще оказывает регулирующее влияние на состояние вегетативной нервной системы, нормализует пота и салоотделения, а также улучшает качество и рост волос. Ну и нормализует водный обмен в коже. Если говорить об антиэйдж-терапии, то витамин Д можно назвать витамином молодости. Он напрямую влияет на неизменность или сохранение костей, в частности, костей черепа и челюстной системы, а это каркас для нашей кожи. Ну и, конечно, профилактика других возрастных изменений. Например, возрастная потеря волос. Отдельная роль в антиэйдж-мероприятиях у антиоксидантов витамина С, витамина Е, витамина А, а также у полифенолов. Они противостоят окислительному стрессу, улучшают микроциркуляцию кожи, участвуют в меланогенезе, улучшая фоточувствительность кожи, а витамин Е еще предотвращает сшивки коллагена. Например, прежде чем проводить коллаген стимулирующие процедуры, часто можно услышать на значениях от косметолога прием антиоксидантов и аминокислотных комплексов. Сейчас их иногда заменяют на прием коллагеновых добавок. Если этого не сделать, то процедуры могут не дать выраженного эффекта. Например, идеальная пара – это наш коллаген трипептид, который поддерживает формирование коллагена изнутри, и фитоантиоксидант, который содержит экстракт амолы, витамин С, а также в его составе инновационный актив – это морские микроводоросли, сублимационные сушки, обогащенные супероксидисмутазой. Особое внимание также хочется уделить омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам. Опираясь на опыт и исследования в области дерматологии, свойства омега-3 увеличивать количество керамидов в эпидермисе и снижение темпа старения тоже делают эти витамины витаминами красоты. О влиянии отдельных витаминов на кожу можно рассказывать бесконечно. А какие базовые рекомендации мне бы хотелось вам дать? В первую очередь это правильное сочетание с пищей. Лучше подробно изучить инструкцию производителя. Прием бат всегда с водой, кофе и чай не рекомендуется. Распределение добавок по времени и по дозам. Один или два раза в день четко по инструкции. При наличии хронических заболеваний выбор БАД только по рекомендации врача. Если решили принимать БАДы самостоятельно, то принимать стоит строго рекомендованную суточную дозу для вашей возрастной категории. Обычно в стандартных БАДах доза витамина соответствует рекомендованной и не превышает максимально разрешенную безопасную границу. Рекомендуемая суточная доза это тот объем питательного вещества, который человек должен получать в сутки вместе с рядой. Выше рекомендуемой суточной дозы можно принимать только по назначению врача при наличии дефицитов по итогам анализов. Где узнать нормы? Есть специальный документ по суточной норме потребления и называется он «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Нормы обновляются один раз в три года и соответствуют нормам ВОЗ – Всемирной Организации Здравоохранения. Этот документ есть в свободном доступе в интернете. Ну а теперь давайте поговорим о наших БАДах. С момента выпуска они уже хорошо себя зарекомендовали и у косметологов, и у наших клиентов. Для достижения максимального эстетического эффекта БАДы Гильтек рекомендуется принимать в комплексе совместно с топическими средствами для коррекции и профилактики, например, возрастных изменений или линии средств ухода за волосами. Все БАДы Гильтек между собой сочетаются и комбинируются. Например, принимать БАД коллаген-трепептид можно в любое время суток утром или в обед или перед сном вместе с едой. В комбинации коллагена с фитоантиоксидантом от Гильтек прием антиоксидантов лучше запланировать в утреннее время, а прием коллагена оставить на вторую половину дня или в вечернее время. В составе БАД коллаген-трепептид – трепептиды коллагена с повышенным содержанием аминокислоты глицина, что может значительно улучшить качество вашего сна. А из средств косметического ухода к этой паре идеально подойдет омолаживающий концентрат 5 пептидов и крем Рич Энд Рестор. Эта комбинация БАДов будет хороша и во время выполнения курса пилингов, например, с нашим всесезонным гель-пилингом. А моя любимая летняя комбинация – это фитоантиоксиданты и омега-3 90%. Это максимально возможная концентрация полиненасыщенных жирных кислот. В сочетании с антиоксидантной сывороткой СиЭнерджи мы получим повышение фотозащитных свойств кожи, улучшение ее тургора, выравнивание тона и предотвращение появления пигментации. О других комбинациях и сочетаниях БАДов с косметическими средствами от Гильтек смотрите в наших следующих видео. А на сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии и я надеюсь, что это видео было для вас полезно.